Первый вопрос, который сегодня заслуживается на штабе по подготовке энергосетевого комплекса к устойчивой работе в зимние месяцы, адресован заместителю начальника управления образованием Натальи Абориной. Вот уже вторую неделю из-за аварии на теплосетях не работает детский сад номер 57. Был затоплен подвал до школьного учреждения. По информации от коммунальщиков, порыв устранен, ведутся восстановительные работы. Температурный режим там 20-22, а по 53-му там тоже мы решили проблему. Тоже до 23 градусов температурный режим. Хочу уточнить, какие на сегодняшний день проводятся работы, чтобы было понятно всем. И до конца недели срок понятен. Что до конца недели вы планируете делать? Мы сдаем воду, потому что детский сад неделю был закрытый. Мы сдаем воду и холодную, и горячую. И кое-где там, раз стены были сырые, силами воспитателей уже проводятся косметические ремонты. Есть проблемы и в жилом фонде. Только в УК ЮКП ежедневно поступают до 100 заявок от замерзающих жителей южной части города. По словам директора южного коммунального предприятия Александра Киноша, его специалисты, как и он сам, трудятся без выходных и перерыва на обед. По пятому теплопункту, второй микрорайон, ситуация всем известна. Перепад небольшой, но и девятый теплопункт, что в Волгарске. Тоже там сейчас разбираемся, в чем дело. Тоже вал заявок идет в Волгарске. Надо попасть на теплопункт, посмотреть, что там изменилось за эти дела. Это два дня. На выходных не было заявок. Сейчас вал заявок с поединника пошел. Думаю, заберем, когда мы попадем на девятый теплопункт, посмотрим, в чем там проблема. Две аварии. Это Божова 20, вот самая такая у нас. Дом полностью сбрасываем. Стояк в одной в квартире побежал. Сегодня сделаем. Ну и вот четыре дома. Первым делом запустить. Если ранее говорилось, что виной несоответствия температурного режима в квартирах южан служит недостаточный объем теплоносителя от компании «Новаэнергетика», то на сегодня, по словам главного инженера Убжикаха Григория Еременко, он увеличен до 1200 кубов. И этого чисто гипотетически должно хватать для обогрева южан. Соответственно, у нас перепады улучшились. По-прежнему проблемный пятый теплопункт. То есть там перепад недостаточный. 0,4. По остальным теплопунктам, в принципе, перепады нормальные. Ну, как бы, общаюсь, в принципе, с Чепуштановым каждый день. Вроде бы, тот расход, о котором мы говорили, 1300, он возможен после промытия всех теплообменников. Но пока 1200. Вот на сегодня на утро тоже 1200. Надежда Сидорова, представитель компании «Новаэнергетика», говорит, что ее работники делают все возможное, чтобы качество и количество подаваемого на город теплоносителя соответствовало требованиям. Но порой им просто не хватает времени и сил, чтобы своевременно промывать все теплообменники. Так быстро они забиваются грязью, которая приходит с магистральных и квартальных сетей. Люди без выходных работали. Вымыли мы только на сегодняшний день три теплообменника. Полностью. Все фотографии есть, все заактировано. Кому любопытно, могу показать, какое количество грязи мы оттуда выгребли. На сегодняшний день сколько теплообменников работает? Работает четыре. Пятый на промывке. Надеюсь, что сегодня пятый к концу рабочего дня. Вернее, ну, как бы, не совсем пятый, а третий он. Мы соберем, запустим. Это еще лучше должно картину, если не принесет дополнительную порцию грязи. Отдельная тема – это отопительный сезон в жилом фонде, что находится во втором отделении совхоза. В этом году для котельной, которая расположена в этом районе южной части Полевского, за счет городской казны приобретаются два новых котла. Но из-за процедуры прохождения конкурса на поставку и определения подрядчиков на выполнение работ, сроки этих самых работ передвинуты на конец октября. Администрации города принято решение начать подачу тепла в квартиры полевчан от старых котлов, чтобы хоть как-то согреть жильцов многоквартирных домов. Температуру держим недостаточную. Они с этим делом борются следующим образом. То есть что в частном человеке, что в муниципальном жил фонде начинается производиться слив теплоносителя. Что ситуацию усугубляет. Вот мы максимально, чего смогли достичь, это 42-43 градуса на подаче. Поэтому вот те работы по замене котлов, которые как бы планировались, и которые должен выполнить телеком, вот они как бы необходимы в срочном порядке это все. Новые котлы уже привезены в город. На днях должен начаться их монтаж. Это в первую очередь позволит нормализовать температурный режим, надеются в администрации города. В целом же отопительный сезон в южной части Полевского можно считать открытым, говорит первый замглавы. Тепло подано во все дома жил фонда и объекты соцкульпыта. Значит, существует проблема уже, у нас ряд проблем конкретно по домам. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости. Твой день.